Сегодня мы прикоснёмся к по-настоящему пугающему произведению о тёмном рыцаре и его заклятом враге Джокере. Вы увидите историю первого столкновения Бэтмена с Джейм после ребута вселенной. Человек, который смеётся на ваших экранах. Я добрался до места чуть позже четырёх часов, как раз тогда, когда вы носили первое тело. Винсет и Марони оставили за плечами больше 20 лет службы, но в данный момент они выглядели так, будто их сейчас вырвет их внутренностями. Врач скорой бросил свои носилки, не помня себя в отвращении, что, чёрт возьми, происходит с моим городом. Три часа назад один бездомный ветеран наткнулся на эту заброшенную фабрику, ища укрытие от дождя. Бедняга. Наш патрульный обнаружил его бегущим по Бродвею и орущим во всё горло 10 минут спустя. Я не упрекаю его. Я бывал в перестрелках, видел много трупов, но я никогда не видел ничего подобного этому. Однако, меня всё это не удивляет. Все эти изменения, происшествия в Готэме за прошлый год, вроде Бэтмена, в одиночку воюющего с преступностью и коррупцией. Он помог нам справиться с продажными копами и убрать руки мафии подальше от горла города, по крайней мере, временно. Но в результате, несмотря на то, как ты на это смотришь, пейзаж города изменился. Тот тип в красном колпаке несколько месяцев назад был первым знаком. Дурак, бегавший в странном костюме и совершающий ограбление, хотя он исчез после первой же встречи с Бэтменом. Но с тех пор шла простая игра в ожидание. Ожидание, когда ещё больше этих психов начнут выползать из своих убежищ. Это не только Готэм. Весь мир меняется. Почитайте как-нибудь об этом Супермене в Дейли Планет. Или о ком-то по кличке Флэш в Кейстоуне, который, по слухам, бежит со скоростью звука. Теперь я понимаю, что это мой мир. Полицейские, убийцы, сталь, оружие и люди с такими способностями. Мы видим Бэтмена, который выпрыгивает из темноты. Обнаружив его, Гордон сообщает, что он надеялся, что рыцарь Готэма будет тут. Из слов Брюса мы понимаем, некоторые из этих людей мертвы уже больше месяца. Кто бы не был убийца, но он всего лишь практиковался на них. И это только начало. Нас переносит в Готэмский клуб джентльменов, где Уэйн ведёт переговоры с неким Генри Клариджем насчёт финансирования химического завода. Наш герой пропускает разговор мимо ушей, обдумывая то жестокое нападение на ни в чём не повинных людей. Как вдруг по телевизору начинаются новости, где ведущая, зачитывая свой текст, начинает кашлять. Спустя мгновение её кашель переходит в дикий смех. Глаза начинают вылезать из орбит, а кожа приобретает голубо-белый оттенок. Она падает замертво. В кадре появляется Джокер. Добрый вечер, Готэм и дорогие Готэмцы. Думаю, пришло время мне показать мою, ой, какую насыщенную программу, чтобы передать привет и озвучить несколько не слишком скрытных угроз. Итак, привет, прощайте. Вы все умрёте, так и знаете. Простите, иногда я просто убиваю себя, особенно, когда думаю об убийстве вас. Но перед тем, как мы перейдём к основной разрушительной части нашего маленького урока ужаса, позвольте выбрать нескольких наших любимых сыновей для отдельного вопля. Генри Кларидж, я смотрю на тебя, старина, и вижу, как меркнет твоё будущее. Я, будучи психом, говорю, что твой колокол прозвенит последний раз сегодня в полночь. Ах, какого чёрта? В любом случае, я скажу, ты умрёшь в полночь, Генри, а затем мы все вместе можем хорошо посмеяться над твоим концом. БАМ! Что за чёрт, наверное? Не стоит доверять старому оружию. К счастью, у меня есть запасной. Этот человек, этот убийца будет далеко к тому времени, как я доберусь до гаража. Но в любом случае, я спешу туда. Если мне повезёт, то на этот раз я доберусь туда раньше полиции, до того, как они затопчут все улики. Но дело не только в удаче. Я сделал многое, чтобы склонить весы в мою пользу. И пришло время устроить этой машине пробный пробег в реальном мире. Да, я уверен, что доберусь туда раньше Гордона и его людей. Бэтмен демонстрирует лейтенанту помещение, в котором Джокер провёл некоторое время перед приходом съёмочной группы. В камере красуется надпись «Один за другим они услышат мой вой. Этот злой город канет в бездну за мной». Гордон сообщает, что если этот маньяк действительно убьёт Клариджа этой ночью, то весь город сойдёт с ума. Я слышу, как Гордон там внутри кричит на кого-то убрать вертолёт с журналистами. Кларидж смеётся, как будто всё это большая шутка. Но его голос дрожит во время смеха. Он до смерти напуган. Кларидж просто осёл. Он не хочет носить бронежилет. И отказался ехать в тюрьму под охрану. Так что Гордону и его людям пришлось оцепить весь его дом. Сделать это будет нелегко. Но Кларидж – главный спонсор компании по избиранию мэра. Ему нужно особое обращение. Однако все попытки защиты оказались безуспешны. Ровно в 12 жертва начинает нервно хихикать. Бэтмен врывается в окно, но ничего изменить уже не успевает. Кларидж оказывается мёртв. После чего один из сотрудников полиции сообщает комиссару, что у них есть ещё одна проблема. «Проблема. Я могу слышать крики и сирены за шесть кварталов отсюда. Джокер смог оставить нас в дураках. Медицинский центр Уильямса. Клиника для душевно больных преступников расположен через квартал отсюда. Проклятие. Через несколько недель эти люди должны были отправиться в Вархам. Подальше отсюда. Я понимаю, что они не отвечают за свои действия. Меня это не волнует. Я сосчитал двух убитых и восемь раненых. Я остановлю их». Бэтс вырубает громилу, пристающего к девушке, парой резких ударов. Забираясь на крышу, он обдумывает, сколько ещё психов могло сбежать, пока все ждали смерти Генри Клариджа. В это время один из полицейских рассказывает Гордону о том, что убив охрану, Джокер вручил оружие душевно больным и пригласил присоединиться их к нему ночью. Уже в своём особняке Брюс размышляет о том, что пока что удалось выследить лишь шестерых выпущенных Джокером беглецов. А это означает, что в его распоряжении есть ещё десять безумцев. Сложно представить, для чего они ему нужны. Берём пробу крови репортерши, убитой вчера, и другую Клариджа прошлой ночью. Надеюсь, что я смогу проанализировать этот яд. Должно быть два варианта, быстродействующая и замедленного действия. Это поможет мне всё понять. Если мои предположения верны, а они верны, Клариджу яд был ещё введён до того, как Джокер послал сообщение с угрозой. Но как только я приступил к компьютерному анализу химикатов, новый кошмар Готтэма начал своё представление. На всех экранах появляется кричащий Джокер, заявляя о том, что жители Готтэма спрашивают себя сегодня, что же старина Джей сделает, чтобы превзойти вчерашнее шоу, и предлагает новую игру со смертью. Джей Уайлд, местный миллионер, тоже умрёт в полночь. Кроме этого, всех жителей будет ждать небольшой сюрприз. Совершив анализ, Брюс понимает, что Кларидж был убит ядом замедленного действия, после чего, пробравшись в офис Гордона, Уэйн оставляет записку с просьбой о том, чтобы кровь Уэйлда проверили. Проведя всевозможные тесты в организме Джея, яд обнаружить не удалось. Гордону совместно с его людьми осталось только терпеливо ждать в доме жертвы. Ровно в 12 мы видим вертолёт, который падает прямиком на сотрудников полиции, находящихся снаружи дома. В это время из камина вылетают дымовые бомбы. Очень умно создать весь этот хаос, и одновременно успеть вырубить электричество. Теперь он может в любую секунду ворваться с прибором ночного видения. Посмотрим, как он сам любит сюрпризы. Вспышка должна ослепить Джокера сильнее, чем полицейских, поскольку у него прибор ночного видения. Бэт вступает в битву с Джокером, преступник срывает противогаз с леса Брюса, и начинает убегать. Рыцарь Готэма задерживает дыхание, и с помощью Бэтранга хватает Джокера. Этот психопат смеётся, я ещё собираюсь сломать ему кости, и всё, что я слышу, его смех, эхом гремящий по всему дому. Нет, это не эхо, это Уайлд. Чёрт, он быстрый, и меня отвлекли, идиот. Джей удается сбежать, и Бэтмен понимает, что Уайлд мёртв. В этот раз он проиграл, но надеется, что не окончательно. После вскрытия Брюс узнаёт, что Уайлд был убит одной из пульт Джокера с ядом. Надевая маскировку, наш герой решает проверить единственный источник улик. Всё дело в том, что Уайлд и Кларидж были главными инвесторами завода, внутри которого три месяца назад Бэтмен встретил красного колпака. Слишком много улик, чтобы пройти мимо. Брюс получает информацию о том, что завод вскоре закрывают из-за того, что он загрязнял гавань все эти годы. Увидев второго сотрудника, наш герой обнаруживает белые пятна на его лице. Работник говорит, что это всё из-за химикатов, которые находятся в чанах на заводе. Проследовав за устройством слежения, которое, наконец, заработало, Бэтмен находит жучок в здании проектировочного офиса и понимает, что Джокер был заинтересован картами системы канализации. Если я прав, то Джокер — это красный колпак, и его месть должна быть уже совершена. Если прыжок в химические отходы изуродовал его, то месть была типичным параноидальным ответом. Он возложил на других вину за собственные действия. Но в общей картине всё равно чего-то не достаёт. Как насчёт его стишка? Что он означает? Он заявляет, что убьёт весь город. Было ли это просто дымовая завеса для настоящего мотива? Трудно поверить, что кто-то может убить столько людей для того, чтобы скрыть мотив. Но мы явно имеем дело с настоящим безумцем. Как я могу понять планы безумца? Я не был готов к такому. Я привык к борьбе с убийцами, грабителями, насильниками, отчаявшимися людьми, преступающими закон. Но степами подобно Джокеру — «Никогда». Джокер вновь появляется на экранах ТВ и говорит о том, что богатые и могущественные правят маленькими людьми чертовски долго. Этой ночью их очередь страдать. Сегодня умрёт судья Томас Лейк и самый любимый холостяк Готэма — Брюс Уэйн. На этом всё для финала этой истории. Давайте-ка наберём полторы тысячи лайков под этим видео, и я сразу сяду за продолжение. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, писать свои комментарии, мнения по поводу этого сюжета, а также вступайте в мой паблик ВК. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok